МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Згодно с опошними личбами, Гомельская область все лето один на Украине, перевышая леташний показчик ураджайности. Улику лидеров – Речицкий район. Он первым на Гомельщине завершил массовую уборку сбожжевых и унес коля 10% у хлебный каравай региона. Звыше тысячи тонн сбожжа у Гомельской области намолотили 174 экипажи комбайнеров. У лидерах споборництва – механизаторы КСУП, агрокомбинат Холмич, два экипажа намолотили маль 4 тысячи тонн сбожжа. На оголу большинства районов Гомельщины практически завершена уборка. До конца текущего дня мы перешагнем рубеж у миллион тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 31,4 центнера за гектара. Это выше уровня прошлого года, более чем на 6%. В ближайшие дни мы планируем завершить уборочную кампанию и иметь не менее миллион 100 тысяч тонн зерна. Многие, кто мая хоть невеликий кавалочек земли, градку альбо огород спробовали вырошивать кавуны. Отримливается далеко не во всех. Здымочная группа телеканала «Мазыр» побывала у поселку Крыничный. А маль 20-килограммовые кавуны на Мазырской земле вырошивает семья осадовых. Только что сорван из градки кавун лопается, как только уставишь у ягу нож. Ого, как лопается. Ружевый белорусский кавун – такие соковитые и солодкие, что ничем не соступая знакомитому астраханскому. А по внешнему выгляде их на угол не одрознить. Вага белорусского кавуна досягает 17 килограммов. Сегодня Айель Асадов – специалист по вырошиванию паудневой ягоды на Мазырщине. Кавуны займают больше, чем полгектара земли. Тут их некольких оттенков. Самостойно, методом спроб и помылок, Айель подбирал технологию их вырошивания. Долгий час не отрымливался, а левось уже некольких годов запор у раджа и радуя. Арбузы, как-то он боялся рисковать. Немножко попробуют – не получается, пробуют – не получается. Ну а потом уже пока выбрали нужные семена, которые подходят для нашего климатического пояса. Ну и, конечно же, рассадным способом по-другому. Уже вот в прошлом году было очень хорошо, позапрошлом году было очень хорошо. Ну и в этом году мы тоже попробовали арбуз, уже 15 килограмм он привез. Он был не очень красный, но очень сочный и очень сладкий. А почалося все с культур традиционных для нашей мясцовости. Бульба, морква, помидоры, бураки, капуста, баклажаны. Яны и тяпер тут растут. Але паудневая кровь Айель из Азербайджана так и цягнула до чего-нибудь экзотичного. Увы, неку выросшивание кавуновый день перейшло у промысловые масштабы. Фермерская господарка осадовых мае некольких андлёвых кропок на рынках города. Покупники не верят, коли им кажут, что это мазырские кавуны. Тому Айель, стомившись доказывать свою правду, кажут, что ягода астраханская. Я могу сказать, что у наших, которые мы выращиваем арбузы, толстая кожура, и они очень сочные. И не мелкие такие, когда вы разрезаете, видите, что мелкие такие крупиночки. А у нас как-то крупнее крупиночки. У минулого года осадовы собрали каля 25 тонков унов. Каля обыйдется без ранних заморозков, уроджай будет не меньшим. И таким же экологичным, чистым, у литеральным сенте хатним, солодким и соковитым. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании «Гомель». Школы Гомельской области уже готовы до працы в 2016-2017-м навучальном годе. У основным работы по подрихтовке установ «Адукации региона» тычились обеспеки детей. Одновляли огороджи, опоры, проверяли электропроводку, заменяли оконные рамы. Так само была протягнута праца, распочатая летость по замене харчблоков и санвузлоу. Усяго в новом навучальном годе у школах Гомельской области за парты сядуть больше, как 150 тысяч навученцев. Больше за 16 тысяч – з них первоклассники. Подрабязненности у нашим наступным репортажем. По коль школьники на летних каникулах, у педагогов начинается самая горячая пора. Подрихтовка установ «Адукации» до нового навучального года. И в этом процессе треба уличить усе детали. Акцент безумовно робится на створение безопасных умов для детей. У середней школе номер 24 города Гомеля, на приклад, за летний период, выконали работы, накерованные на захавание энергоресурсов, утепление и изоляцию труб, рамонт тепловузла. Провели у парадок навучальные классы и пришкольную территорию. У этой установки «Адукации» выховывают не только юных прихильников науки, а так само зорочек спорту, бо тут функционуют специализованные классы. Для детей завсёды имкнуться створать комфортные умовы для навучального процесса и реализации спортивных и творческих здольностей. Далее, все работы по подрыхтовке средней школы номер 24 города Гомеля до нового научного года робили уластными силами и за позабюджетные сродки. Все эти работы мы смогли выполнить только благодаря помощи наших родителей, педагогического коллектива, технического персонала, а также наших учащихся. Каждый год мы стараемся привнести в родную школу что-то новое, чтобы каждый уголок заиграл новыми красками, и чтобы нашим детям было комфортно и уютно в нашем общем доме. По коль педагоги наводят опошние штрихи у подрыхтовцы школ до нового научного года, батьки займаются подбором отповедной экипировки для своих детей. Широкий ассортимент самых разностайных товаров юным же Харам Гомельшины пропонуют школьные кирмаши. До нового научного года в регионе их плануется провести коля 200, а в областном центре денежут три основные гандлёвые пляцовки. Самая буйная из них працует по выходных на площади Паустанья. Еще два постоянно деючих школьных кирмаша размещаются коля крытого павильона центрального рынка и гандлёвого дома Рэчицки. Тут дитяшую вопротку обуток и канцелярские товары можно набыть до шатвертого вера снеуклюшна. На наших ярмарках достаточно широкий ассортимент как письменных принадлежностей, школьных, канцелярских товаров, а также одежды и обуви на различный вкус и, соответственно, финансовые возможности родителей. Младшего школьника можно подготовить к школе в ценовом диапазоне от 200 до 400 рублей, а ученика старших классов от 250 до 600 и выше рублей. Усяго в новом научальном годе у школы Гомельской в области за парты сядут больше как 150 тысяч наученцев, больше за 16 тысяч за их первоклассники. В регионе будут працавать коля 500 агульно-аддукационных школ и 450 дошкольных установ. В новом научальном годе будет обновлен и штат педагогичных работников. Плануется, что в установе адукации придут коля 900 молодых специалистов. Урочистые линейки, присвеченные початку научального года, пройдусь на Гомельщине 1-го вересня. Для первоклассников в этот день отбудется гостевый тематичный урок «Нам свет завещан на Берахчим». Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадвёк компания «Гомель». Держа-Аутоинспекция «Гомельщины» обзавелась службовым аутобусом, який при необходности сдольный не только пераутвориться у мобильный блокпост ДАИ, а левый конвэт самый широкий спектр службовых задач. Новая техника, экспериментальный проект и пакуль, что йон немая аналога Украине. В управлении Держа-Аутоинспекции по Гомельской области отбылась и презентация нового, обсталяванного по опошнему слову техники, транспортного сродку. Службовый аутобус ДАИ оформленный у стыли профессийной символики и оснащенный усими необходными сродками гукового и светлового оповещения. Салон машины обсталяванный только сучасными электронными системами выявления порушальников, радарами, аппаратно-програмными комплексами, видеорегистраторами и радиостанциями, икие працуют на разных частотах. До того же аутобусе знаходится зона для отпочинку и мини-кухня. Плануется, что машина будет выкорастовываться с метой выезду на мероприемство, связанное с научанием детей для передоления далеких дистанций и выполнения поставленных задач, а так само от працовок автомобильных дорог Гомельской области. У свой первый рабочий рейс службовый аутобус ДАИ отправится 19-го жнивня. По выниках черговых дню Олимпиады Уры, спортсменам с Гомельской области нема чем похвалиться. Плывец Яуген Цуркин не смог пробиться по финал на 100-метровцы батарфляем. По выниках попередних заплывов, он занял 30-е место. У споборництвах по академичным веславанне белорусская четверка распашная, в складе якой Игорь Пашевич не трапил в финал. Сегодня белорусы позмагаются за место с 7-го по 12-е. Инна Никулина разом с Аленой Фурман заняли 15-е место в олимпийских споборництвах двоек распашных. Сегодня же за место в финале споборництва у лодок-одиночек позмагается Станислав Щербаченя. Поважаные глядачы, с 16-го жнивня на телеканале «Беларусь-3» с 19 до 21 глядите перадвыборные выступления кандидатов у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликанья. А с 24-го жнивня вы сможете почуть выступление кандидатов у эфиры «Радоя Гомель-ФМ» на хвалях 101.3 с 7 до 8.1 ранецы. Час вызначенный у вынику жарабьевки. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин